Этому и спросил тебя, вот есть ощущение того, что мы увидим в прицелы настоящих живых американцев, а не только вот этих вот наёмников? Украинец это заболевший русский, который, это как трансвестит, да, вот он родился мужиком, потом у него что-то произошло, он сделал себе операцию, он стал вдруг жить, ну как бы захотел стать женщиной. Вот он на себя, или он берёт на себя, одевает платье, одевает парик, красит губы и ходит так по городу, да, и выглядит это немного странно. Ты думаешь, мужик это ли? Да это ж мужик, да нет, это баба, да, то есть украинство это такой духовный, это русский духовный трансвестит, короче, который вот влез в какую-то, ну и он пытается влезть в другую шкуру, понимаешь? Мне всегда было интересно, где этот момент, когда они перешли, да, вот это от здравого, ну от здравого вот русского, южно-русского человека, да, скажем так, к вот какой-то, ну, абсолютно шизофрении. Отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации, и город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывёт в гремя, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии. Насиловать украинских бабок, господи, бабки гробовые бы ещё все потратили на то, чтобы их насиловали русские солдаты. Мне казалось, что всегда ненавидели русских, ну вернее так, те люди, которые идентифицировали. Мы не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классическая история, жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Руслан Николаевич. Да, приветствую, Руслан Николаевич, давайте начнём с того, как, в принципе, изменится мировой рынок производства и вообще вот продажи вооружений с начала военной операции на Украине. Сейчас Польша называет себя главной жертвой Второй мировой, но не она ли была её хищным инициатором, но просчитала. Вот этой буквой Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят, нет, их не пощадят. Питер, Германия в политическом параличии. В некоторых странах, между прочим, уже изымают детей из семей, если эти семьи отказываются от пропаганды гомосексуализма у себя. Но сейчас это не в России. Не в России, нет, в Европе. Потом нам предъявляют. Планкомандующий, направляйте Балтийский флот к берегам, так сказать, Британии. Если ещё что-то скажут, Хрущёв сказал однажды британцам, недостаточно две ракеты, и ваших островов не будет. Заткнулись вперёд на 20. Англичанка гадит. Столь устойчивы в русском языке, что кажутся неистребимы. В 19 веке в России даже стало расхожим выражение «англичанка гадит». И обозначало оно разные, явные или нет, но всегда идущие во вред России действия англосаксов. В 20 веке нагадили совсем сильно. Именно Англия помогла уничтожить не только Рюриковичей, но и следующую правящую династию – Романовых. У англосаксов другая история. Это саранча, которая, приходя на новое место, должна его полностью зачистить. Новые подробности скандала с чиновниками-педофилами. Во властных кругах страны действовал целый подпольный клуб извращенцев, который пользовался покровительством разведки и членов правительства. Как следует из рассекреченных документов, в администрации Тэтчер знали о педофильском заговоре, но скрывали, чтобы не дискредитировать власть. Процветает массовая педофилия. Общей сложности, унижением и насилию подверглись около 1400 детей. О многих из этих случаев власти прекрасно знали и, скорее всего, давно пресекли бы издевательства, быть жертвой коренными жителями страны. Согласно документам, нередко родители, пытавшиеся спасти своих детей, были сами арестованы. А несовершеннолетние обвинены в том, что вступили в сексуальную связь по собственному желанию. Ответ оказался прост. Городские власти, полиция и все, кто сталкивался с этой проблемой, боялись прослыть недостаточно толерантными и списывали все на разность культур. Лаврову предстояло самое тяжелое в его работе – сказать «уважаемый», не добавив «уважаемый дебил». Британский лев уже не рычит, а пищит. Британский лев выглядит настолько убого с этими заявлениями. Послушайте, Тони Блэйр уже после этих брифингов извинялся. Да, извинялся. Пока, пока эти люди, которых представляет госпожа Мэй, извинялись только перед самими собой. Потому что это деньги налогоплательщиков, потому что это жизни британских подданных. Они пока еще не извинились ни перед одной стороной, где была нога их солдат, где мирные жители гибли, где за счет их интриг и их шулерства. Что же все-таки случилось с Литвиненко, Березовским, Перепеличным, ну и другими, кто загадочно умер на британской земле, и чьи смерти так и не были внятно расследованы? При этом именно Россию британские СМИ обвиняют в развязывании так называемой «холодной информационной войны», как это здесь называют. В общем, называть «белое черным» похоже для Британии становится все более привычным. И эта глава нынешнего британского правительства, Тереза Мэй, предпочла произнести свою самую агрессивную речь в адрес России, щедро приправив ее белизной своей усталой плотью. Как видим, глоток столь жаден, что оказалось не до рук. Бокал был взят не за ножку, как это всегда подобало в приличном обществе, а по-простому, как... Или мы проигрываем на Украине, мы, значит, Россия, и все вот это вот сдаем, или начинается Третья мировая. Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная нас, зная нашего руководителя, Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. ...не решим. Нацизма не должно быть. Вы нацисты. Слушайте, а вы уже северный Донецк, завтра по сезону заберете. Вы нацисты. ЛНР уже будет в вашей помощи. Киев! Ну, ДНР уже... Мать городов русских! А вы уже на этом остановитесь? Нет, Киев, Львов. А где остановитесь? Смотря как кто вести будет. А когда остановитесь? Ну, когда на, тогда остановимся. А где остановимся? Ну, я вот сегодня говорил, может быть, Стоунхендж. Ну, Лис... Появились свидетельства, что в Германии мигранты начали насиловать несовершеннолетних детей. А граждане страны говорят о безнаказанности и вседозволенности для преступления. 29 малышей за неполные три года. Норвегия и Финляндия продолжают воровать наших детей. Подобные случаи происходят в благополучных скандинавских странах с пугающей регулярностью. Только за минувший месяц об изъятии детей заявили три российские семьи. По финским законам детей могут забрать без предупреждения разбирательств. Сначала в детский дом, позже к приемным родителям. Суд и следствие для этого не нужны. О праве на частную жизнь не вспоминают, когда приходят забирать ребенка из семьи. А то, что называют изъятием ребенка, выглядит порой как спецоперация. Вчера пришло кому-то писали 14 человек отбирать детей. Можете себе представить? В центре Стокгольма женщина-полицейский задержала мужчину из-за того, что мышцы молодого человека, по ее мнению, были неестественно большими. Но интерес часто вызывают совсем другие символы. Это женская блузка от известного бренда с, на первый взгляд, незаметными нацистскими зигами. Новая бедность во Франции, явление, к которому трудно привыкнуть. Чтобы чем-то кормить детей, Флорис повыкручивала в квартире лампочку. Быть неонацистом становится модно. В целом, создается впечатление, что еще немного Европа начнет вести себя так, как будто на дворе 38-й год, ночь разбитых витрин в гитлеровской Германии. Впрочем, здесь ежегодные шествия ветеранов Латышского легиона СС никого не удивляют. Их дети и внуки, похоже, учили какую-то другую историю, в которой убийцы стали героями. В Европейском Союзе действует более 500 неонацистских группиров, в которых состоят более 7 миллионов человек. Такой плотности атак мир не видел никогда прежде. И Европа в эти дни стала их основной мишенью. Исторический путь Европы завершился пиком Европы объединения под нацистским флагом. Когда они получили... Стандал в Дании ведущей местной радиостанции Асгер Юль прямо во время эфира жестоко убил кролика. В причинах могущества педофильского лобби разбирался наш корреспондент Иван Благовьев. В Европе потихоньку, почти незаметно, но все же началось обсуждение разработки закона о легализации инцеста. А в Норвегии и в Исландии инцест фактически уже легализован. Теперь же некоторые политики Европы, в первую очередь в Скандинавии, открыто называют инцест гендерной нормой. Причем по аналогу гомофобии предлагают ввести такое понятие, как инцестофобия, за которую будут наказывать. Главные борцы за идею, неолибералы и активисты гей-движения. Многие депутаты местных парламентов, продвигающие свою идею всеми возможными способами. Почему зоофилы со всей Европы хлынули в Данию? На коленях стоять не будут. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ. И мы еще будем кормить Европу и Америку. Это похороны Евросоюза, это реквием по Евросоюзу. Давайте поделим. И уж точно это реквием по традиционным ценностям в Европе. Это конец Европы. Она сгнила. Мы зря освободили Африю. Как же нас достали эти НАТО и ЕС. Пусть себе... В советских лагерях ты назывался кто ты и какая у тебя статья. Ты был индивидуален. В немецких концлагерях у тебя не было личности. Советский лагерь ставил задачу перевоспитать. Как бы ни понимали, немецкий концлагерь, европейский концлагерь, ставил задачу уничтожить тебя сначала как личность, а потом разобрать на составляющие. Когда сейчас наследники нацистской идеи в Европе говорят о нас как о борках, говорят о нас как о гражданах России, все, которые должны ответить, они идут этим путем. Они не видят в нас личности. Они не видят в нас людей. Расчеловечивание. Отказ нам в праве быть собой. Вот это принципиальное отличие нас от них. Зараженные нацизмом Украина не видят в нас людей. Для них мы орки, расисты. А мы-то их все равно жалеем. Мы их считаем все равно нашими, но заблудшими. Со свинченной головой. Мы ненавидим грех, но не грешника. Поэтому мы и победим. Потому что мы людей видим. Мы за душу боремся.